Так Шалом, дорогие друзья! Мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа! Мы тут с Пашей Руновым решили затусовать между собой на тему, что Дух говорит церквям. Паша хочет поделиться с вами, дорогие друзья, откровениями, пророческими откровениями. Кто из вас еще не знает, что Бог использует Павла в служении пророческом? Это одно из его видов служений. Ему Господь говорит периодически некоторые вещи, которые Паша хочет озвучивать. Я думаю, в дальнейшем будет озвучивать. И уже озвучиваю в некоторых христианских группах. Сейчас Паша гость у меня на странице. Я Пашу знаю уже несколько лет. И давай мы вместе обсудим тему, что на сегодняшний день... актуально для церквей, что говорит Дух церквям. И я хочу сразу сказать, что мы с Пашей как бы состоим в виртуальной церкви, интернет-церкви. Но помимо этого, Паша был долгое время членом поместного собрания. Я до сих пор являюсь членом поместного собрания у нас в городе Батхями. Поэтому мне всегда актуально и интересует эта тема, что Дух говорит именно сейчас. Что актуально? Ну, я являюсь членом поместного общения. Ты тоже являешься членом поместного общения, да? Не собрания, а именно общения. Общения. Да, то есть у меня в парке есть общение где-то пару раз в неделю. Мы плотно общаемся на духовные темы. Но это не церковное общение, да, насколько я понимаю? Это свободное общение с разными людьми. Оно, скажем так, неформальное. Оно может быть даже более христианское, но неформальное. Но если так взять, тогда Христа тоже можно сказать, что он не был членом поместной общины, потому что в синагогу он не заходил, а проповедовал с лодки, на горе, на дороге, каким-то ученикам, рыбакам. Ну, тогда можно сказать, что и Христос никто и ничто, потому что он синагогу не посещал. Нет, надо быть, будем до конца откровенны, Христос посещал синагогу, но правда его выгнали оттуда. Его как бы не приняла система, религиозная система того времени его не приняла. Хотя вот Писание говорит о том, что детские годы, детские годы он посещал храм, храм учился у священнослужителей, да, и начал свою деятельность с того, что он пришел в синагогу в субботу, открыл Библию и начал, открыл Тору и начал читать Тору. И все удивлялись благодати, которая исходила из него, но долго его не смогли вытерпеть в синагоге. И просто выкинули. И тогда он уже стал как бы странствующим проповедником, да. Вот как ты сейчас в Гайдпарке проповедуешь, так Христос на склонах Кенерета проповедовал свою Нагорную проповедь, да. Мы видим, что есть такая фраза в Евангелиях, и он вошел в синагогу, и он по обыкновению своему вошел в синагогу в день субботний. Но мы это читаем фразу до того, как у него началось большое служение. Он вошел в эту синагогу, прочитал книгу Исаию, а его выгнали, хотели убить, и по итогу он перестал посещать синагогу. Он иногда посещал храм, и той не всегда. Особенно перед смертью в колоннаде Соломоновой проповедовал. Но мы видим, что он уже в синагоге не был, потому что его хотели убить. И все его служение сосредоточилось не среди евреев по плоти, а среди евреев по духу. То есть те, которые смогли принять его дух. Которые действительно были евреями. Потому что мы являемся наследниками Аврама. Если мы имеем веру Аврамова, то мы его дети и по обетованию наследники. То есть по вере мы его дети, не по плоти. И Христос понимал это дело. Он также сказал насчет матери и братьев, что кто мои матери и братья. Те, которые вот меня слушают. Которые верят в мои слова. А не те, которые считают, что я сумасшедший. И просто он обрезанный, поэтому у меня матери и братья. Вот. И я хочу сказать какую вещь. Дело в том, что Христос нам оставил церковь, то есть общение. А мы опять вернулись в синагогу. Которая в книге Откровения называется «Синагога сатанинская». Почему сатанинская? Потому что общения нету, а есть формальность. Да, вот что интересно, что интересно, Паша. После того, как его изгнали из синагоги. Хотели убить, сбросить с горы. То интересен путь, который избрал Христос. Он начал создавать свое общение. То есть он начал обращаться к людям напрямую и собирать учеников. И он собрал 12 учеников, 12 апостолов. Потом больше, 70. И за ним, в конце концов, за ним ходили толпы народа. Тысячи людей ходили за ним и слушали его проповедь. Но он это сделал... Веснию идут за ним. Да. Он это сделал... Веснию идут за ним. Да. На свободной площадке создав свою площадку для проповедь. И это важно отметить. Да. Да, Паш, я тебе хочу сказать... Да. Я что хочу сказать, что... Вот подчеркнуть эту вещь. Христос не создал опять вместо одной формальности другую. Его задача была не заменить одну формальность, одну синагогу другой. Потому что та синагога, которая была, Христос ее не считал неправильной. Он говорил, то, что не говорят вам, соблюдайте и делайте. Если бы они неправильно бы учили, он бы говорил, да нет, то, что не говорят вам, не соблюдайте и не делайте, они неправильно учат. Нет. То, что не говорят вам, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте. Ибо говорят и не делают. То есть это служение было формальным. Люди говорили, но не делали. И Христос не хотел заменить одну формальность, другой. Эта формальность его вполне устраивала, он ее не критиковал. Он критиковал то, что эта формальность, форма, не была наполнена содержанием. Люди были как гробы, то есть сверху нормальная форма, а внутри содержание плохое. И он пришел заменить содержание, не форму. Форма его устраивала. Пожалуйста, закон, праведность, все, никто не против. Но содержание отвратительное. Отвратительное. И я что хочу сказать. Такая же история, Христос пророчествовал, что такая же история будет и с его учениками. Не только с фарисеями. Многие думают, это фарисеи были лицемерами. Потому что они были плотские, ветки завет и пятое-десятое. Но Христос сказал, что в будущем, когда он придет, многие ему скажут, не твоим ли именем, Господи, Господи, мы делали всякие чудеса и служили и так далее. Он не сказал, что нет, эти чудеса были не моим именем, они были ложные чудеса. Нет. Он сказал, отойдите от меня. Я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Он их отвергает за беззаконие, не за ложные чудеса, не за дары Духа, не за служение Духа, за то, что у них было беззаконие. Это мы вспоминаем пророка Валаама, послание Иуды, Петра. Мы видим, что пророчества Валаама были записаны, но и было записано, что он хотел мзду неправедную. И то есть и другое. Вот это яркий, это первый такой фарисей, пророк Валаам. То есть использует Бога, как апостол Павел говорил, ради, служит Христу, ради, там, как это, ну, ты помнишь, там, ради, ради удовлетворения своих, там, желаний, там, что-то, потребностей. Вот, то есть это, это, это было всегда, это было до еврейского народа, вернее, не до еврейского народа, ну, вот, Рок Валаам, там, и это было всегда. Тот же Каин, это тот же Дух, вот. И Христос пришел, вот именно, он пришел именно дать веру, то есть наполнить эту форму верой. А потому что вот лицемерие, это как раз неверие. Лицемерие говорит о том, что я не верю в Богу, поэтому я принимаю такую личину, и под этой личиной я использую Бога. Я ему не верю и не подчиняюсь ему, а я его использую в своих интересах. Это, конечно, явно, явно акт неверия. И к чему я хочу сейчас привести? А чем же хотел Христос наполнить? Что же, чем же он хотел наполнить вот эту форму? Проблема не в Боге, не в Завете, не в форме, проблема в содержании. Каким же содержанием он хотел наполнить? А мы знаем, что апостол Павел сказал, что даже если языками говорю, там, и если даже отдал тело на сожжение, там, это все может быть формальностью. Потому что если я любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. То есть есть некая любовь. И что же, и как мы можем определить, мы любим или нет? И мы видим, что яркое отличие, человек любит или не любит, есть, что это общение. Потому что любовь, она не создает одиночество. Она создает отношения, общение, радость, гружбу. И вот что она создает, а не одиночество. И поэтому часто апостол Павел... Мы видим, что Христос неформально проповедовал вот так. Просто вышел, прочитал в синагогу, в день, в субботник, и все. Он общался с людьми. Мы видим, как он общался с сатаной. То есть это был диалог. Это не просто сатана пришел, он его сказал, уходи от меня, сатана. Нет, он перед тем, как его изгнать, он с ним пообщался. Он общался с фарисеями, которые потом его нашли. Выгнали из синагоги, но потом его нашли. Задавали вопросы на засыпку, и он с ними общался. Половину притчи это спор Христа с фарисеями. Все эти притчи. Блудный сын, кто мой ближний и так далее, и так далее. Это спор с фарисеями и книжниками. С саддукеями там один раз или два раза было. Так вот, я что хочу сказать. Он наполнил вот эту формальность общением. Что мы видим в синагоге? В синагоге просто люди для галочки собрались. Формально отслужили, отпели, ушли. Общение ноль. Говорит Москва, все остальные слушают. Вышел пастор, там или раввин, учитель. Там учитель был, здесь пастор. Оторабанил, ушел. Христос пришел это дело заменить. Пришел заменить синагогу, то есть такое формальное собрание на общение. К сожалению, Паша, это так, что большинство церквей, насколько я успел посмотреть на свою христианскую жизнь, так они построены в богослужении, как в синагоге. Выходит пастор, прочитал проповедь. Ну, в баптистских пятидесятических церквях там 3-4 выступающих есть. Но все равно это не тот вид общения, которому призвал Господь. И которое писал апостол Павел. Два-три пророка говорят, остальные рассуждают. Говорит, все собрание. Общение, это когда говорит, все собрание. Дух дышит где хочет, через любого члена собрания. И, конечно же, мало есть церквей. Я практически не видел таких церквей, в которых общение происходит действительно через все собрание. Вот мы как-то пытаемся, вот в моей мессианской общении, мы пытаемся сделать... Иногда, иногда так получается, что у нас есть такой блок молитвенный. Там проповедь, у нас как бы блоки идут. Прославление, проповедь, молитвенный блок. Вот в молитвенном блоке, это самый интересный блок. Потому что каждый может попросить слово, каждый может сказать свое свидетельство. И я думаю о том, что было бы здорово, если бы этот молитвенный блок был бы гораздо больше. Не 10-15 минут. А был бы всем собранием. А все собрание прошло бы. И в духе общения, даже прославлением. Потому что я стараюсь вести прославление так, чтобы вся церковь пела. Не прославляющий пел со сцены один. Остальные смотрели и хлопали, как на концерте. Чтобы вся цель, все тело пело. И также все тело должно общаться. В принципе. То есть дух должен дышать. Дышать любовью. А когда перекрыто все, когда это ритуал есть, говорит только пастырь. Люди не могут проявить свою любовь. И знаешь, что я обратил внимание на такую вещь? Что самое интересное. Общение самое начинается тогда, когда заканчивается служение. Служение закончилось. И люди начинают общаться друг с другом. И вот тогда возникают эффективные церкви. И ради этого они приходят. И я хочу сказать какую вещь. Ты вот поверишь в то, что если люди одинокие не общаются, там есть любовь. Вот как Христос сказал. Потом узнать все, что вы мои ученики, если у вас будет любовь между собой. Вот мы поверим, что ученики Христа не общаются. Они формалисты такие, как фарисеи. И там есть любовь. Вот мы поверим в это? Или мы поверим, что это опять очередные лицемеры? Да. К сожалению, это так. Форма убивает дух. Форма убивает дух. Буква убивает дух, получается. Да. Но понимаешь как? На самом-то деле в Писании написано, что буква не убивает дух. Буква убивает, смертоносная буква, она убивает грешника, но не дух. То есть на самом-то деле форма не должна убивать содержание. То есть вот мы знаем с тобой, что вот в группе Куца, Куц пошел по обратному пути. Он снял вообще форму. То есть он против буквы и против формы. Но Христос не был против формы и против буквы. И апостол Пая говорит, что смертоносная буква или буква убивает, он имеет в виду грешника убивает. Не дух. Потому что эта буква вдохновлена тем же духом. Тем же духом эта буква вдохновлена и написана. Который вот этот дух действует и допустим в этих людях. Они не противоречат друг другу ни буква, ни дух. И вот как бы есть однако. Да, и я скажу, я хочу просто сказать, какая есть крайность. Есть крайность, что есть форма, нет содержания. Есть другая крайность. Нет формы и содержание такое получается бесформенное. Такое, как сказать, не имеет порядка. Это базар такой. И на базаре вроде бы кажется, что ты общаешься. Но на самом деле ты потом приходишь домой и понимаешь, что ты вроде бы общался, но... Вроде бы пил воду, но не напился. Вот такое ощущение. То есть все-таки Христос нам принес... Он оставил ту форму, которую Бог оставил, но он принес нам содержание. Он принес нам содержание к этой форме. То есть он... То есть Бог наш не есть, Бог не устройство. То есть есть все-таки и содержание, и форма есть, и содержание. Я что просто хочу сказать? Вот какой итог? Дело в том, что если у нас есть общение, это маркер, что возможно там есть любовь у этих людей. В принципе, даже невозможно. Это почти 100%, что там есть любовь. И наоборот, если нет общения, если там люди сидят тихо и просто слушают одного, они одиноки, они не чувствуют любовь, то это вот сигнал того, что нет любви. Или если люди ругаются, там дела плоти, а другая крайность. То есть люди вроде бы шумят, но это не общение, это дела плоти. Ссоры, зависть, разногласия. Это тоже не общение. Это тоже люди враги тут. Они не друзья, они не выстраивают отношения. Они, как сказал апостол Павел, если вы угрызаете, съедаете друг друга, то берегитесь, как бы вы не были истреблены. То есть я хочу сказать, какую вещь. Я хочу сказать, в принципе, тут вот некоторые были подробности, но я хочу сказать, какую вещь. Если у нас есть общение, это знак того, что у нас есть любовь. И нам надо бороться за это общение. Если у нас есть общение, это знак того, что мы верим друг другу. Любовь в себе уверен. То есть мы склонны применять презумпцию невиновности к человеку. Мы склонны ему верить. Мы склонны презумпции невиновности, предположению невиновности. Если у нас нет возможности опровергнуть что-либо, то мы не будем цепляться и опровергать. Вот как фарисеи цеплялись ко Христу. То есть вот это недоверие, оно разрушает общение. Это дела плоти. Вера же это плод Духа. Одна из составляющих плода Духа. То есть я просто хочу сказать, какую главную вещь. Если мы будем бороться за общение, это гарантия того, что мы в любви Бога. Что мы угодны Христу. Он скажет, что я знал вас. Потому что где двое и трое во имя мое, там я был посреди вас. Не там, где вы ссорились, или там, где вы все молчали, один говорил. Я не там. Я там, где вы двое сговорились и друг друга слышали. Вот там я Христос. И нам нужно за это дело бороться. Нам нужно бороться за веру, однажды преданную святым. А эта вера помогает нам общаться. То есть вот общение, это маркер, что мы верим, что мы любим, что с нами Христос, что у нас все хорошо. И наоборот, если мы одиноки, это знак, что с нами Христос нет. Если у христианина депрессия, одиночество, то где счастье обещанное, блаженное, такие-то, где любовь, где общение. Павел говорит, что не будем, поэтому, кстати, апостол Павел показывал, вот это, по-моему, евреям, да? Он сказал, не будем так же, не будем забывать благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Это евреям, кажется, он написал? Не помню, но это в посланиях Павла, да. Да, и, то есть, это он уже писал в посланиях, где уже люди были, по 20 лет ходили в собрание. То есть, через 20 лет у людей прекращается общение. Есть такой фильм, что настоящему мужчине всегда есть что сказать. И настоящим христианам всегда есть возможность пообщаться. Даже если это фарисей, Христос общался даже с фарисеями, с сатаной. То есть, он был не просто настоящим мужчиной, что ему всегда было что сказать, парировать этих фарисеев и сатаной. Он всегда был в общении. Даже с врагами он не ссорился, он не дрался, не ругался, хотя они хотели ругаться с ним, ссориться. Они, фарисеи, приходили к нему ссориться, не учиться, а ссориться приходили к нему. Но он даже в этой ситуации умудрялся их учить. И они молча уходили со стыдом. То есть, если мы настоящие христиане, мы всегда способны общаться. Вот я этому учусь, кстати, в своем парке. Там люди бывают разные. Я стараюсь, несмотря ни на что, какие были люди, чтобы это не перерастало в ссору или в какое-то молчание, чтобы это было общение. И многие уже заметили, когда ты появляешься, начинается общение. Нет, тебя общение рассыпается. Ну, не было бы Христа, тоже не было бы того общения. Ни с фарисеями, ни с сатаной, ни с учениками. Порожу пастор и сеют собственно. Ушел Христос, а ученики стали общаться? Нет, пошли ловить рыбу. Они перестали быть апостолами, они опять стали рыбаками. То есть, эта старуха опять осталась у разбитого корыта. Нет золотой рыбки, у старухи нет статуса. Нет Христа, апостолы уже не апостолы, они уже простые рыбаки. Глупые, к тому же, неверующие. Которые не узнают Христа, а он с ними разговаривает там всю дорогу, а не только потом до них дошло, а не горело ли в нас сердце наше. И вот я просто хочу, и мы если видим, Христос постоянно в общении, со всеми, даже с сатаной. Сатана, когда уже перестал с ним общаться, говорит, давай уже поклонись мне, предложил ему преступление, тогда он сказал, это дед мне сатана. Пока сатана общался с ним, Христос его не гнал. Ну, пока он задает вопрос, пускай он ошибается, но он общается, он выясняет что-то. То есть, мы видим Христос постоянно в общении. Апостол Павел, ежедневное стечение народа, забота о всех церквах, постоянно в общении, постоянно пишет письма. Мы видим, вот настоящий христианин, это христианин, который постоянно в общении. Не тот, который евангелист там орет в микрофон на вокзале два-три часа. Где общение? Не тот пастор, который учит вот этим формальностям воскресные какие-то там школы, не поймешь что. Где общение? Ты не пастор, ты раввин. Учишь людей, общение ноль. А Христос, Он принес нам общение. В этом общении Он передавал Святой Дух. И все остальное. И вот я хочу сказать, что если у нас нет общения, это маркер того, что мы мертвые, теплые. Если у нас есть общение, это маркер того, что мы живые, что мы Духа не оскорбляем, что мы Духа, что пророчество не уничижаем, что мы наоборот Духом пламенеем. Духа не угошаем, а именно даем Духу место. Да, не угошаем, а наоборот Духом пламенеем. Вот этот маркер, это общение. Потому что многие говорят, вот любовь, любовь, любовь. А что такое любовь? И кто-то скажет, ой, я там деньги раздаю нищим, я отдал тело в свое насажение, я там евангелист ору все время в микрофон на вокзале. Давай я всю неделю ору. А я когда тебя спрошу, а где общение? А я не могу общаться тот сатана, тот фарисей, эти язычники, я не могу общаться. Павел общался со всеми. Даже с греками, не по еврейским писаниям, а по греческим. Он умудрялся найти возможность общаться, даже там, где он был духом возмущен против них, против их идолопоклонства. Он смог это подать им не как идолопоклонство, а как наоборот какой-то плюс в сторону истинного Бога, которого вы не знаете, чтите. Он так это им подал. А, конечно, другой бы на месте апостола Павла зацепился бы. И там бы общение бы рухнуло, сразу же, не начавшись. Даже он как ухитрился апостол Павел проповедовать, и то там его многие не послушали, но некоторых он вытащил оттуда. И вот я хочу сказать, что если мы хотим иметь общение, то мы должны для всех сделать со всеми, как апостол Павел, чтобы приобрести хотя бы некоторых. А если мы хотим просто надеть рясу и стоять у кафедры, то вот поэтому и нет общения, вот поэтому и церкви закрываются, вот поэтому люди уходят в мир или формально, просто формально посещают в надежде, чтобы получить жизнь вечную, как тот молодой начальник, который не хотел идти за Христом, но формальности соблюдал, чтобы хотя бы жизнь вечную там какую-то получить, пускай и несовершенство. Вот я хотел сказать, то есть я по сути дела вот хотел сказать, что нашим маркером является общение и неважно с кем. И не надо находить отговорки, что это сатана, что это фарисей, что это лицемер, что это враги хотят меня убить. Христос общался со всеми ними, со всеми ими, со своими убийцами, с сатаной, с глупыми маловерами и этими апостолами. Не надо объяснять, что я там, эти люди, они там, они не верят мне и так далее. То есть Христос мог навязать общение им, мог создать им интересное общение. Вот, то есть я как бы хочу еще сказать, что не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Христос с собой пожертвовал, я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. А свидетельствовал он об истине, в общении. Пришла самарянка, он с ней начал общаться. Целый самарянский город через это общение он приобрел. Через общение, он не пришел в самарянский город, надел рясу и начал крестом всех по лбам бить. Общение. Он затронул ее сердце. Она затронул, она тоже общалась с этими жителями. И мы видим сейчас общение, мы видим такое общение, вот как было во времена Христа. Он с самарянкой пообщался, она с городом самарянским. Он общается с сатаной, он общается с фарисеями, там бурлит все. Мы видим такое? Нет. Мы видим в церкви, значит, либо молчок, либо иногда еще идут сплетни, там ругаются еще люди. в церкви такое бывает. Мне понравилось, мне понравилось, как ты сказал в нашем телефонном разговоре по поводу группы Игоря Куца, что люди настолько сильно нуждаются в общении, что они даже готовы общаться хоть с сатаной, да, хотя бы вот в этих оскорблениях. Чем сидеть в одиночестве. Чем сидеть в одиночестве. То есть, наша потребность в общении, это по сути дела потребность любви, в смысле жизни. Если у нас нет общения, мы одиноки, и мы чувствуем, что наша жизнь бессмысленна. Нас никто не любит, мы никому не нужны. И поэтому, даже если в церкви нам не предлагают общение, а вот этот мир и даже сатана напрямую нам предлагает общение, мы соглашаемся. Мы соглашаемся на эту похлебку, мы продаем свое первородство. Это ж какой ужас. Как написано там, это ужасно, когда там праведник падает перед нечестивым. Помнишь там, когда женщина блудная выходит замуж. Это ж как противно. Она не заслуживает это, она замуж выходит. Когда праведник падает перед нечестивым, кто перед кем должен падать? Ну нет, праведник, это же ужасно. И вот сатана нас покупает. Он покупает, говорит, посмотрите, в ваших церквях нет общения, а у меня бурлит. И люди, понимаешь, они терпят, терпят, уходят из группы куца и возвращаются назад, есть эту похлебку, понимаешь, и продавать свою душу дьяволу. Почему? Потому что лучше я буду с дьяволом общаться, чем вообще быть в одиночестве. То есть настолько у нас большая потребность в общении. Это наша потребность биологическая. Биологическая наша потребность. Это духовная потребность. И это потребность духа тоже. И это потребность духа, потребность любви. Да. И вот, а, и что я хочу сказать. И благодаря этому общению, то есть есть огромная потребность в общении у людей, и в частности у христиан еще тем более. Если еще мирские люди могут как-то там развлечься, христиане сидят в духовной тюрьме в Вавилоне Великом. Там общение ноль, и поэтому они поглядывают в мир. Многие с завистью поглядывают в мир и завидуют нечестивым. 72-й Псалом Асав. Я позавидовал нечестивым. Вот. И что я хочу сказать. Как решить все эти проблемы? Надо налаживать общение. Налаживание общения это таким образом решит все проблемы. Наполняется церкви. Появится служение. Решатся многие вопросы. Появится исцеление. Придет Бог. Придет наше счастье. Мы, из мира люди будут идти к нам. Потому что у нас общение. У нас интересно. А не мы в мир. Падать перед нечестивыми. Идем. Чтобы есть их мирскую похлебку, от которой мы когда-то отказались. Я хотел бы еще, знаешь, я хотел бы в следующий раз, знаешь, продолжить эту тему. Потому что есть еще что сказать по этой теме. Что говорит Писание, еще другие нюансы. И еще хотел бы сказать, вот есть такое понятие грех против Святого Духа. Да, да. Я сейчас поменяю дислокацию. А мы продолжим. Да, да. Говори, Паша. Есть такое понятие грех против Святого Духа. И я, по сути дела, могу сказать, что это грех против общения. Дух нечистый, он разрушает общение с клоками, с ссорами. Или авторитаризмом, когда Антихрист сидит на престоле. Антихрист говорит, все остальные слушают. Дух нечистый, там два варианта его нечистого Духа. Две крайности. Бог – это всегда золотая середина, а сатана – это всегда две крайности. Либо авторитаризм, все молчат и слушают Антихриста. Либо ссоры и склоки, как у Коринфян. Угрызали и съедали. И вот это нечистый Дух. И есть такое понятие грех против Святого Духа. По сути дела, это грех против общения. Ведь фарисеи, то, что они погнали Христа, Христос их обвинял, чтобы они не согрешили против Святого Духа. Помнишь? Он говорит, что вы на этой грани уже находитесь. А почему? Потому что они грешат против общения. Христос пришел к ним сказать истину. Они его выгнали. И потом идут за ним, находят его где-то. Опять же, не чтобы общаться, а чтобы закрыть ему рот. Чтобы поймать, уловить его в чем-то. Он поэтому говорит, что вы меня искушаете. Постоянно начинает с ними общение с этой фразой, что вы меня искушаете, чтобы меня уловить. То есть, они хотят ему закрыть рот. Вместо того, чтобы это общение продолжить, рассуждать, обсуждать, покаяться, где они неправы. Они хотят ему закрыть рот. То есть, Дух, грех против Святого Духа, это грех против общения. То есть, я хочу сказать, что общение, это ключевая, ключевая составляющая. Если у нас любовь, и наоборот, если мы воюем против общения, то это говорит о том, что мы уже идем против Святого Духа. Потому что Дух Святой, это Дух общения. Общение от слова «общее», то есть, он собирает органы в общее одно тело, а не разобщение, не разобщает эти органы. Сатана как раз просил сеять как пшеницу эти органы, этих членов тела Христова. То есть, разделять, разобщать. Да. А разобщает он их двумя методами, либо авторитаризмом, антихрист сидит на престоле, либо второй вариант, он устраивает склоки, как в собрании в Коринфянам, как апостол Павел их обличал, что они угрызают и съедают друг друга, они ссорятся постоянно. Дела плоти известны, это ссоры, зависть, разногласия, распри. Так вот, я просто хочу сказать, если мы будем бороться за общение, по сути дела, мы будем бороться за любовь и за все то. То есть, я хочу сказать, вот это слово общение, это ключевое слово, за которым тянется целый, то есть, это локомотив целого состава. Если у нас есть общение, и мы желаем его, и все создаем для общения, значит, мы со Христом, Христос с нами. Если же мы закрываем это общение, мы боремся со Христом. Да. Это так, Паша, я подтверждаю со своей стороны, и, к сожалению, идет вот большая битва за общение, битва идет в церквях, за сторонники и противники, пусть неосознанные, противники общения, которые воюют за какую-то форму, цепляются за форму. Ты знаешь, у меня просто очень много есть что сказать в эту копилку общения. Я думаю, что это первая серия, еще несколько серий произнести. В этих сериях я хотел бы сказать вот, ну, многие вещи, как, например, создать это общение. Что, что вредит, и что, наоборот, помогает общению. Ну, например, что вредит общению? А вредит общению некие наши условности. У Христа не было условности. Он говорил даже с разбойниками, которые достойны были распятия. Этого разбойника, ладно, Христос был не достоин распятия, а разбойник, мы читаем, что он говорит, мы достойны были этого распятия. Это не для красного словца. Они действительно были убийцами, достойными, кошмарными убийцами. И Христос не побрезговал с этими разбойниками говорить. Он не побрезговал. Особенно с тем разбойником, который его хотел принять, который слышал. Он не побрезговал говорить с мытарями-блудницами. А фарисеи? Они брезговали говорить с мытарями-блудницами. А не более того, они осуждали Христа. Он сидит и ест с мытарями и грешниками. А то, что эти мытарь и грешники с ним говорят, они это не замечают. Они видят, что только что они мытарь и грешники. А то, что эти мытарь и грешники познают истину в разговоре со Христом, этого вообще не в грош не ставят. Вот какое лицемерие. То есть эти фарисеи, они, конечно, не разбойники. Никого не убили, не обокрали. Десятину даже такие честные, смятые руты дают. Это можно было бы не заметить, но они замечают даже здесь. Не дай Бог Бога не обокрась ни на один кадрант. Но вот тут, а забыли самое главное в законе. И осуждают Христа. А почему? Потому что он сидит с мытарями и грешниками. А то, что он, то, что эти люди верой принимают его разговор. То, что этот разбойник на распятии спасся, попал в рай. Это ерунда. Главное, десятину смятые руты дать. Закон соблюдать. А кому нужна эта формальная правда? Да, это и есть как раз законничество, против которого боролся Христос и апостол Павел. Не против закона, а именно против законничества. Неправильного использования закона. Когда оставляется важнейшее в законе. Да. А цепляется за всякие крючки. Так, вот я хочу еще раз сказать, что важнейшее в законе это спасение, а спасение это общение. У фарисеев ноль общения, одна астинагога формальная. У Христа мы видим везде общение. А, и вот я хочу сказать, очень много вещей, которые вредят нашему общению. Вот, например, цепляться за то, что человек грешник, блудница там, мытарь, вор, бандит. А может быть нам надо цепляться за другое, он меня слушает. Ведь Христос сказал, не кидайте святыни псам. И мы под псами кого подразумеваем? Бандитов, грешников? Или мы под псами подразумеваем людей, которые неверием хотят препятствовать нашему разговору? Кого мы под псами подразумеваем? Кого подразумевал Христос под псами? Которым зря кидается святыня? Вот этих мытарей грешников, которые слушали Христа, вот он их считал псами? Нет, конечно, нет. Нет. От тех людей, которые хотели его убить, которые закрывали ему рот, которые препятствовали ему. Да. Вот именно эти. И вот я заметил, что у христианцев сейчас те же болезни. Если какой-то христианин заблудился в блуде, все, я с ним не общаюсь. С блудниками мы не общаемся. А вот эти вот, кстати, мытарь и блудница, это не были язычники, это были евреи, которые, по сути дела, были отлучены от синагоги. За блуд, за воровство вот эти мытари обокрадывали народ. У нас же как учатся в нашей христианской синагоге? Значит, блудников, тех, кто мы исключаем, это еретики, с ними не общаемся. Там было то же самое. Они грешники, мы их изгоняем. А может, они стали грешниками, потому что вы не можете им дать веру в общении? Из-за этой веры они не держатся Бога и закона, и пошли, как говорил апостол Павел, лучше вам было не познать. И они перестали знать Бога и стали жить в открытую, как грешники. То есть люди этого не видят. Не видят, что у них сердце восприимчиво слышать истину. Просто они этой истины не слышали, и они стали грешниками. А Христос это видит. Христос видит это сердце. Он не смотрит, что это мытарь, блудница. И вот я хочу сказать, что у нас часто есть очень много препятствий для общения, которые нам не нужны, эти препятствия. Они не библейские, они фарисейские. То есть кого-то там отлучили, и мы, конечно же, не общаемся с этим человеком. Он грешник, он отлученный. А может быть, его отлучили вот эти формалисты? Может быть, мы дали бы ему веру? Другое дело, если у нас тоже нет веры. Конечно, мы и не можем общаться, потому что нам самим нечего дать этому человеку. Потом еще много других вещей. Вот, например, апостол Павел тоже мог взорваться на этих греков, но он не взорвался. Он подал это как плюс, а не как минус. Не подал это как идолопоклонство, как он его увидел на самом деле. А подал как, наоборот, того Бога, которого не зная, чтят. Он так это подал. Так вот, я хочу сказать, что нам пора проповедовать полное Евангелие. Не формальное, а полное — это не только форма, но и дух этого Евангелия. А дух этого Евангелия — общение, где только возможно. Использовать любые возможности для общения. Я в следующий раз хотел бы поговорить о многих моментах. Сегодня я просто хотел сказать такую вещь, что если у нас есть общение, у нас есть все. Потому что в мире сатаны общения нету, кстати. В этом мире люди все одиноки. У них депрессия. И наоборот, люди, когда приходят ко Христу, они ничего не хотят делать. Они хотят сидеть у Его ног и только слушать Его. Все. Ты рассказывал, Паша, а я вспомнил об одном немецком пастыре, которого я лично знаю. Андреас Бауэр его зовут. Молодой парень. Когда я еще жил во Львове, он приехал с командой немцев к евреям. И выступал в еврейском культурном обществе Шалам Алейхама в городе Львове. И в этом обществе были в основном евреи пожилые, которые войну прошли, которые, скажем так, мягко говоря, не очень хорошо относятся к немцам вообще. По известным причинам. Да. И вот... Бывшие враги. Бывшие враги, да. Особенно вот евреи знают, что делали фашисты с евреями. И вот этот Бауэр выступил, Андреас Бауэр выступил в обществе Шалам Алейхам в зале синагоги. Это общество находилось в зале бывшей синагоги. И ты знаешь, я вспоминаю эту встречу. Вышел молодой парень. Наткнулся на колючие взгляды всех присутствующих и начал говорить. Он говорил где-то минут 20. Но после этих 20 минут его речь закончилась овацией. Он стал самым лучшим другом для этих евреев. Этот немец стал самым лучшим другом. Вот насколько я поразился. Насколько Дух Святой дает человеку мудрость. Как из врагов сделать себе сторонников, друзей. Когда Бог действительно открывает сердца и объединяет бывших врагов. Это удивительно. Вот ты говоришь о таком общении. И конечно же, чтобы именно так общаться, нам нужно не один пуд соли съесть. Но к этому надо стремиться, конечно. Ты понимаешь, это жертва. Апостол Павел говорит, не забывайте также благотворение и общительность. Даже не сказал общение. Общительность это уже черта характера должна быть. Надо вырабатывать в себе общительность. Потому что есть люди необщительные. Если христианин необщительный, это гарантия, что он не рожден свыше. Не может рожденный свыше христианин быть необщительным. Какого просто... Из него должно... Он прет из него. Знаешь, как там... Кто там... Написано, что у того из чрева потекут реки воды живой. Помнишь? Да, 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 да. Именно так сказано. Реки воды живой. Ну, это возможно, когда человек живет в духе. Когда он духа не угошает. Но если человек живет по плоти, то, естественно, у него этих живых потоков нет. Да, и он может их заменить. Да. Не шумом того ветра Святого Духа на Пятидесятницу, а заменить шумом базара, шумом плоти. Да, или базара, да, или просто какими-то другими плотскими делами. Религиозностью внешней, да, ритуальностью какой-то. Вот он приходит на собрание раз в неделю, да, и считает, что с ним все в порядке. Он верующий. На самом деле он живет своей жизнью, он не живет жизнью духа. Он угошает этого духа, он давно уже живет по плоти. Вот это... Обычная картина. И я бывает такой. Что греха-то есть? Вот. Угошаем духа, да, вместо того, чтобы действительно делиться этим духом, а когда мы делимся духом, тогда Бог умножает. Умножает и умножает этот дух, не меру Бог дает. И тогда возникает это общение. Действительно это так? Вот смотри. Да, 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 говори. Ты понимаешь, общительность это жертва. Вот смотри, мы какие могли бы принести жертвы? Если человек с нами хочет пообщаться, мы должны выделить время. Это же жертва, жертва. Если человек хочет, чтобы мы его поняли, а мы его не понимаем, мы будем молиться Богу месяцами, чтобы этого человека понять. Это жертва, жертва. Если мы его поймем, у нас начнется общение. Если мы его не поймем, мы будем ругаться, и общение закончится. Потому что мы его не понимаем, этого человека. Так вот, мы идем ли на эти жертвы? Мы молимся, чтобы понимать людей, чтобы выделять время на это общение? Или мы молимся, чтобы орать в микрофон на вокзале, раздавать какие-то буклетики? И это мы что, считаем? Это что, евангелизация? Это что, мы проникли в сердце человека? Мы проникли в сердце человека, если он чувствует, что он никому не нужен, а мы ему уделили время. Никто его не понимает, а мы его поняли. Никому он не нужен, а мы ему что-то посоветовали, у него была проблема. Но люди согласны идти там миллионы жертвовать. На вокзале орать, собирать пожертвования. Обходят море и сушу ради одного празелита. И делают его хуже себя. Я просто к чему коню, что я вот проповедник общения. То есть я хочу вот это слово общения как бы поднять над всеми остальными словами. То есть церковь – это не собрание, это не здание. Это не здание. То, что мы протестанты, мы знаем, что церковь – это не здание, да? Вот в православии и в католицизме церковь – это здание. Это храм, да. А в протестантизме церковь – это собрание. А у Христа церковь – это общение. Что толку, что вы собрались, а общение ноль? Христа между вами нет. Это не церковь Христа, это синагога сатанинская. То есть протестанты, они радуют себя, что мы не католики, мы не православные. У нас церковь. Да нет у вас церкви, у вас синагога. Вы вернулись туда же. У вас нет общения. Вы друг другу не нужны. Вы друг другу не выделите время. Вы друг друга не хотите понять. Вы не будете молиться, чтобы Бог вам дал дар понять того человека. Вы не будете жертвовать ничем ради того человека. Так вот я хочу сказать, что вот это общение, то есть если у нас есть общение, это индикатор, что у нас все хорошо. Если у нас нет общения, и мы не работаем над тем, чтобы у нас общение создавалось, значит у нас все плохо. Даже если у нас там и дары есть, у нас все плохо. То есть я вот это общение хочу сказать, это как вот лакмусовая бумажка, как индикатор. У нас все хорошо или у нас все плохо. Вот такая моя проповедь. Христос мы видим постоянно в общении. Вот мы читаем Евангелие, мы видим его постоянно в общении. Мы видим его в проповедях один раз, Нагорная проповедь. Это единственный раз мы видим проповедь. И то только потому, что народ был стеснительный, не хотел задавать вопросы. Мы там читаем. А так все время споры, обсуждения, ответы на вопросы. Вот я как бы хотел это подчеркнуть. И, наверное, на будущее там можно рассмотреть много разных вопросов. Чем нам придется пожертвовать, отказаться? Что, наоборот, принять от Бога? Какой нам другой взгляд приобрести? Что является грехом против общения? Почему Дух Святой всегда почивает на тех, кто хочет общаться? Потому что это Дух истины. А истина познается и принимается и отдается в общении. Не в ссорах и не в молчании, а в общении. И вот поэтому общение, то есть общение, это есть общение, есть все. Нет общения, нет ничего. Я хочу потом вот этот спектр всех этих вопросов, они как отдельные темы. Может быть, встречаться и обсуждать нам с тобой. Да, Паша, давай это сделаем. Действительно, вот сегодня мы нашли время как раз. У меня утром был эфир прямой, как именно об общении с Богом. Вот сегодня ты чудесно вечером пришел и добавил это все об общении друг с другом, да? Об общении тела. И это действительно одно и то же общение фактически. Фактически все начинается с этого. И давай, я тебе благодарен, Паша, за то, что ты поделился своими мыслями, откровениями. И это действительно, я верю в то, что это пророческое слово для сегодняшней церкви. Ой, ты знаешь, ты знаешь, к сожалению, насчет пророческого слова я сейчас как бы не сказал некоторых конкретных вещей. И давай, наверное, в следующий раз эти конкретные вещи я озвучу, потому что я с тобой в разговоре мессенджер их озвучил. То есть я вижу, что сейчас церковь в целом вступает в новую веху. И какую веху конкретно? Ну, одним словом, как бы веха такая, что сейчас людей зданием не удивишь и собранием не удивишь. Сейчас люди хотят чувствовать, что они нужны, они в общении. Так, одним словом, это веха. А именно конкретно что? И почему это такое есть? И как нам это использовать? И что Бог будет делать в отношении этого? Вот у меня есть Бог дал пророчество. Я вам в следующий раз более конкретно расскажу. То есть я сейчас рассказал в библейском, что Библия говорит об общении. Что общение – это индикатор, это поведение Христа, апостола Павла и других рожденных свыше. А вот что именно касается, что Дух говорит сейчас, вот прямо на это время, потому что сейчас тут есть специфика каждого времени, да, на все есть время и случай. И вот есть эта специфика, я хотел бы эту специфику озвучить в следующий раз уже. Потому что, то есть, видишь, сколько уже есть тем, и в том числе и эта конкретная тема есть. Да, Паша, и я очень рад, что ты наконец-то начал это говорить. Давай, если Богу будет угодно, можем даже и завтра, или в тот день, когда Бог предусмотрит, чтобы ты начал продолжать эту тему об общении и коснуться уже каких-то практически конкретных вещей. Вот. Ну, все, тогда мы будем заканчивать этот эфир, да? Да, да. Спасибо Господу, спасибо тебе, Паша. Вот и благословений. И пусть Бог, пусть Бог о нас заботится по милости Своего Христе, чтобы дел наши сердца способными к общению, а не жестоковыми, неформальными, чтобы таким образом мы сами спаслись из слушающих нас. Да. Аминь. 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 Общения нам не хватает, действительно. Даже в семьях наших не хватает общения. Вот, что уж говорить о церквях, да? Да. Вот. Будем поднимать эту тему, конечно, Паша. Но те, которые сыновья Божьи, те, которые в Божьей семье, у них есть общение. Да. Если у них нет общения, они не сыновья Божьи. Бог постоянно говорит своим сыновьям, постоянно с ними общение. Он не с рабами общается, хотя и с рабами тоже общается много. А с сыновьями, там как написано, что раб не знает, что происходит в доме отчим, да? А сын знает. То есть, там такое общение, там общение день и ночь. День и ночь. Ну все, я желаю всем такого общения. И нам тоже тут. И пускай Бог нам открывает, и помогает делать вот эти дальнейшие шаги. На данном этапе. Аминь. Аминь. Да, всем благословения. Благословения. Все, до встречи. До встречи.